Этот день электросварщик Севмаша Игорь Попов запомнит на всю жизнь. Именно ему была предоставлена честь приварить закладную доску на одну из секций будущего подводного крейсера «Ульяновск». Волнение есть, волнение. Первый раз участвую в таком мероприятии, в закладке корабляного. Ну, присутствовать присутствовал, а участвую первый раз. «Ульяновск» станет шестым в линейке многоцелевых подлодок проекта «Ясень-М». Головная АПЛ «Северодвинск» предыдущей 855-й серии превзошла все ожидания военных. Подводная лодка «Северодвинск» уже на деле доказала то, что те надежды, которые связывал военно-морской флот с этой подводной лодкой, полностью оправдались. Результаты боевой службы показали, что мы получили подводные лодки нового класса. И это действительно шаг вперед. Все оборудование на подлодках серии 855М отечественного производства. Новая подлодка «Ульяновск» еще более малошумная. В проекте есть ряд и других усовершенствований. Но пока эта информация засекречена. 26,5 тысяч профессионалов. Поэтому у «Севмаша» бесспорно хватит мощников, хватало всегда построить эти корабли для военно-морского флота Российской Федерации. Чтобы флоту было служить комфортно, чтобы флоту было служить надежно, и чтобы наши границы были прикрыты нашими великолепными моряками, служащими на этой технике. Если говорить о регионе, это дальнейшее развитие города, региона, создание новых рабочих мест, поддержание налоговой базы. И, конечно, я абсолютно уверен, что это тот задел в будущее, который позволит и дальше «Севмашу» претендовать на самые высокие заказы. Военные ожидают получить новый подводный крейсер «Ульяновск» к 2024 году. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!